я приветствую вас дорогие друзья наверняка многие ждали уже выпуска про мои биологически активные добавки к пище про мои витамины витамины и микроэлементы и минералы и электролиты все что я принимаю их не так уж много у меня но не так уж и мало чтобы не запутаться и к тому чтобы их принимать нужно несомненно дисциплина и привычка я не говорю что все эти препараты которые купила именно я это истина в последней инстанции нет конечно я также как и многие черпают информацию в интернете пробуют на себе смотрю что подходит именно моему организму и также методом проб ошибок возможно где-то из комментариев ваших же под моими роликами я черпаю информацию поэтому посмотрите что купила я и поделитесь в комментариях что принимаете вы начну по порядку по времени приема с утра и до вечера во первых это спирулина спирулина отличное очищающее средство изготавливается из сине-зеленые водоросли содержит 18 аминокислот а антиоксиданты хлорофилла много витамины группы а е с группы b биотин цинка железо магний медь селен и пищевые волокна пособствуют очищению от токсинов укрепляет иммунитет стимулирует обмен веществ помогает регулировать сахар в крови содействует контроля аппетита устраняет аллергические реакции является сильным антиоксидантом ну и один из минералов электролитов который пришел мне сейчас это калий затерялся в пути где-то на вал берез ходил с одного пункта выдачи в другой целый месяц весь декабрь я ждала и в конце декабря он наконец-то мне пришел начала его пить были отеки но я связала почему-то с калием хотя девочки говорят наоборот калий способствует выведению лишней жидкости ассортимент калия у нас не так уж и богат брала я его от китоши на вал берез калий является одним из основных электролитов в организме отвечает за водный баланс за контроль артериального давления мышечные сокращения пищеварения частота сердечных сокращений и кислотно-щелочное равновесие при недостатке калия может увеличиться артериальное давление возникает риск камней в почках возникают сердечные аритмии и мышечные судороги единственная проблема я не могу найти адекватную дозировку для тех кто на кето и я использую одну мерную ложку на стакан воды хотя вот ольга с канала подписчица сказала что она использует полторы мерных ложки на полтора литра воды как действительно следует употреблять калий а я не знаю буду благодарна оле если она пояснит где она черпала информацию об использовании дозировки калия коллаген я уже показывала его выпуске про волосы как я отрастила свои волосы после выпадения после к вида коллаген у меня не про не простой с витамином c с гиалуроном принимаю я его за 30 минут до первого приема пищи коллаген это все таки белковая продукт и на него также идет выброс инсулина поэтому я его принимаю именно вот непосредственно перед завтраком коллаген отвечает за работу суставов связок костей за качество нашей кожи организм конечно и сам вырабатывает коллаген но с возрастом синтез его снижается и я очень надеюсь что этот дополнительный коллаген все-таки оказывает на мою кожу увлажняющий и омолаживающий эффект поддерживает ее упругость и эластичность разводится он очень легко одномерная ложка на стакан теплой воды сразу во время завтрака завтрак у меня где-то 12 в час а то и в 2 часа дня я принимаю омега-3 одну капсулу и витамин d3 о пользе омега-3 наверняка наслышана все омега-3 снижает вероятность образования тромбов сосудах снижает уровень плохого холестерина положительно влияет на работу мозга растворяет ненужные организму витамины снимает воспаление в тканях и кстати снижает воздействие омега-6 которые дают масла растительные семечного происхождения но и поддерживает работу иммунитета омега-3 несомненно очень хорошо сочетается с витамином d хотя витамин d вырабатывается в коже под действием ультрафиолетовых лучей но тем не менее повсеместный недостаток витамина d3 требует его дополнительного приема примерно во второй половине дня уже уже после завтрака часа в три я принимаю первый раз магния цитрат это тоже электролит две капсулы и вторые две капсулы я принимаю уже после ужина примерно в 6-7 часов вечера самый оптимальный вариант приема магния это цитрат магния его не хватает всем повсеместно он стабилизирует нервную систему влияет на эмоциональное состояние на работу печени положительно влияет на работу кишечника на углеводный обмен но и для тех кто на кето при большом выведении жидкости из организма очень хорошо поддерживает электролитный баланс дозировка магния цитрата здесь 735 миллиграммов в одной таблетке и на упаковке указано что принимать его следует по 2 таблетки два раза в день то есть четыре таблетки в день во время ужина во время приема пищи я принимаю цинк для иммунитета очень хорош для мужчин но я принимаю его больше для хорошего состояния кожи и волос такой цинк форме пиколината посоветовала мне моя парикмахер и этот минерал улучшает состояние кожи волос ногтей мышц кроме того цинк укрепляет иммунитет улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы и стимулирует работу мозга применяют цинк во второй половине дня после ужина по одной таблетке в день незаменимый витамин b у меня он в дрожжах пищевых дрожжах я тоже показывала в одном из роликов эти дрожжи но одна проблема я забываю их принимать если пока стоят на пока эта баночка стоит на столе да я подсыпаю в салат на яишенку на бутерброд куда угодно но стоит только убрать мне мозолит глаза если какие-то предметы стоят на столе баночка не маленькая стоит только убрать эту баночку со стола все я за про нее забываю забываю потом вспоминаю бывает достану открою ложку съем но когда ее ешь когда эти дрожжи ешь просто так они налипают на зубах там их просто жуешь запиваешь водой они там не отмываются мне приходится пользоваться ирригатором после них поэтому когда я посыпаю их на любую еду и принимаю так это гораздо удобнее ну и вот им те обычные витамины ревит это источника витамина а c b1 и b2 мне подсовывает иногда муж когда после еды я принимаю одну дрожжи раньше по молодости да мы прям ели по пять-шесть витаминах за раз но сейчас я так полагаю что оболочка вот это на витаминах она сахарная и конечно я боюсь что на эти витамины у меня будет всплеск инсулина поэтому после еды да я там открываю рот и принимаю тоже эту витаминку но в одной штучке также ребятишкам тоже мы даем эти витамины не знаю вообще напишите в комментариях действенно это или не действенно время покажет надеюсь хуже не будет и совсем недавно я пропила витамины группы b это дупель герц для волос ногтей и кожи состояние но кстати вот на коже я не заметила у меня шелушатся очень сильно руки шелушится лицо несколько шелушатся пятки а это говорит о нехватке именно витамина группы b поэтому я хочу еще раз повторить опыта когда я пила бьюти витамин фирмы salgar это израильская по моему фирма витамин тоже группы b видимо дозировка там повыше надо посмотреть вот сейчас я хочу купить именно витамины b этой фирмы и попробовать вот тогда я пила эти витамины летом у меня пяточки были просто гладенькие как у младенца ну вот собственно особо освещать мне было нечего не такое уж большое количество у меня но тем не менее прием всех бадов расписано можно сказать по часам нужно ничего не забыть при употреблении требуется дисциплина и только дисциплина напишите обязательно в комментариях какие пищевые добавки какие витамины употребляете вы и для чего и какой вы видите эффект я буду очень признательна вам будут признательны и другие зрители за обмен опытом на этом я с вами прощаюсь с вами была ирина элегантный возраст